Свяки вести, друзья, всем привет! Сегодня будет небольшой ролик, и в этом ролике я хочу рассказать вам о так называемой блокаде Калининграда. На самом деле, еще 15 марта Европейский Союз ввел санкции по отношению к России, которые предусматривали запрет ввоз российской стали и других черных металлов на территорию Европейского Союза. И также в этом пакете санкций сообщалось, что эти санкции, введенные 15 марта, начнут свое действие только с 17 июня. Соответственно, у России было предостаточно времени подготовиться к этим санкциям, и они знали о введении этих санкций еще с 15 марта. То есть с 15 марта Россия знала, что она не сможет транспортировать свои товары через территорию Литвы в Калининградскую область. И также Россия прекрасно знает, что перевозить запрещено не абсолютно все товары, а именно санкционные товары, такие как сталь и черные металлы и так далее. Когда же наступило 17 июня и санкции вступили в действие, то Россия начала разыгрывать спектакль. Первое, что заявила Россия, что это было неожиданное решение Литвы по запрету транспортировки товаров из России. Но, как я уже сказал, ничего неожиданного здесь нет, потому что Россия была предупреждена еще с 15 марта. Второе, о чем начали кричать российские СМИ, это о том, что Литва нагло и односторонне приняла эти неправомерные действия. Но, как я уже сказал, что санкции вводила не только Литва, а коллективно весь Европейский Союз. И, соответственно, в информационном пространстве в России и во всех российских СМИ мы сейчас видим огромную истерику, которая раздувается вокруг этого вопроса. Также еще в этом пакете санкций, который был принят 15 марта, было написано, что с 10 июля санкционный список расширится еще на такие вещи, как цемент, алкоголь и некоторые продукты. А с 10 августа санкционный пакет расширится еще на уголь и другие виды твердого топлива. А с 5 декабря по территории Европейского Союза и в том числе Литвы будет запрещено России перевозить свою российскую нефть. И что тогда будет кричать Россия? И повторюсь, что Россия известна обо всех этих списках запрещенных товаров еще с 15 марта. То есть с 15 марта Россия уже знала, что это будет поочередно запрещаться, но истерику Россия поднимает только сейчас. И конечно же Россия обвиняет в этих санкциях персонально только одну Литву, хотя Россия прекрасно знает, что эти санкции вводились коллективно всем Евросоюзам. Ну и теперь давайте поподробнее поговорим об истерике российских СМИ. Дело все в том, что никакой блокады так называемой Калининграда не существует. Существует лишь конкретный список запрещенных санкционных товаров, которые запрещено ввозить на территорию Европейского Союза. Под словом же блокада Калининграда подразумевается полная блокада о ввозе любых товаров абсолютно, в том числе и товаров первой необходимости, чего мы не наблюдаем. Также по литовской железной дороге через территорию Литвы спокойно передвигаются по железной дороге пассажиры, которые хотят переехать, например, из Москвы в Калининград или из Калининграда в Москву. Еще хочу обратить внимание на такую вещь, что даже когда санкционный пакет полностью вступит в силу, это произойдет, напоминаю, 5 декабря, то транзит через Литву сократится лишь на 50%. То есть 50% перевозиться не будет, а 50% будет по-прежнему перевозиться из Москвы через территорию Литвы в Калининград. То есть, как мы видим, никакой так называемой блокады Калининграда нет, потому что 50% товаров первой необходимости все равно будут поступать из Москвы в Калининградскую область. Но угрозы Литве со стороны России продолжают поступать. Москва заявила, что транзитные ограничения нарушают международные договоренности и потребовала от Литвы отменить запрет транзита некоторых товаров через территорию Литвы в Калининградскую область. Секретарь Совета безопасности России Патрушев объявил, что ответ России будет иметь серьезные последствия для Литвы. Также сегодня министр обороны Литвы заявил, что Россия может пойти на различные меры, в том числе провокации, угрозы, но Литва вместе с НАТО и союзниками готова реагировать на любые действия России. Также в конце этого видеоролика хочу еще отметить очень хитрую игру слов российских пропагандистов и российских СМИ, которые называют все эти события блокадой Калининграда. Делают они это неспроста, потому что они знают, что практически у каждого российского гражданина есть в памяти похожая фраза, которая звучит «блокада Ленинграда». И, соответственно, когда простой российский гражданин, который смотрит телевизор и слышит, что в данный момент проходит блокада Калининграда, то этот гражданин уже теоретически понимает, что он находится в кольце врагов, что кругом враги и нужно идти освобождать Калининградскую область от блокады. А именно это и нужно российской пропаганде настроить своих граждан, то есть россиян, против всего мира. И, как вы видите, данная пропаганда российских СМИ прекрасно работает. Я зашел на российские сайты и почитал комментарии россиян, что они думают по этому поводу. Некоторые граждане России в комментариях пишут, что пора уже оккупировать Литву и сделать из нее российскую губернию. Другие же граждане России публично пишут комментарии с ненавистью и призывами к физическому уничтожению литовского народа. Ну и в конце этого видеоролика хочу, друзья, чтобы вы написали в комментариях, что вы думаете обо всей этой ситуации. Стоит ли Литве ожидать каких-то действий и провокаций со стороны России или это все просто блеф и агония умирающей империи? На этом у меня все. Пишите комментарии и спаускайте лайки и согяру и ки.